В Японии очень популярны вязкостные характеристики масла, которые для России не свойственны. Давайте быстренько попробуем найти с вами какие-нибудь такие хитрые вязкости. 0,16 встречается и у нас сейчас, и даже у нас в продаже есть 0,16 Тойотовское масло. Давайте пробежимся и посмотрим, что тут еще есть такого интересного из вязкостей. Нестандартных. Где-то я видел 5W35 и уже потерял. Дим, помоги мне поискать, 5W35 это было вязкости. А, вот вязкостные характеристики интересные. 5 на 5W35. Это масло Катаяма, Йошими Промоторс. Достаточно дорогой продукт, 9 тысячи юаней стоит. Вот, кстати, тоже нестандартный объем по заливке для Японии 5-литровая канистра. РИ супер. Тоже достаточно недешевое масло, а 8800 стоит. Давайте еще попробуем поискать хитрые вязкости. Вот, вязкость, которая у нас не встречается вообще, это 2,5 на 30. Это масло Zero, тоже дорогой продукт, один из премиальных продуктов. Он стоит 9,720. Бага за дорогущий, но тут ясказки и характеристики одинаковые. А, вот, ХКС масло 0W25. 7,5 на 55. Минус 4W на 31. Масло D-Sport тоже достаточно дорогое продукт. Профильтровый продукт стоит 6 тысяч юаней. 0W35. Что-то еще есть хитрого вам рассказать такого. Ну, наверное, я уже самые шоковые вязкости перечислил. Остальное все стандартное. Остальное все стандартное. Вот, ребята, пока мы ходили, выставили Хонду. Субтитры сделал DimaTorzok